Этот маятник, период малых колебаний которого равен 1 секунде, закреплен на оси датчика вращения. Затухание колебаний из-за трения в оси и сопротивления воздуха хорошо видно на фазовой диаграмме, по горизонтальной оси которой отложен угол отклонения маятника от вертикали, а по вертикальной оси его угловая скорость. Грузом нашего маятника служит сильный постоянный магнит, полюса которого ориентированы вдоль направления движения. Установив под ним электромагнит, мы получим устройство, которое называется магнитным маятником Дубашинского. Запитаем электромагнит переменным напряжением с частотой 20 Гц. Отклоним маятник на достаточно большой угол и отпустим его. Если нам повезет, то уже с первого раза маятник перейдет в режим незатухающих колебаний. Потери энергии на трение никуда не исчезнут, но теперь они будут компенсироваться за счет взаимодействия постоянного магнита с электромагнитом. Объясним, как это взаимодействие происходит. Пусть электромагнит запитан постоянным напряжением и полюса магнитов ориентированы в одну сторону. Тогда маятник при подлете к электромагниту будет притягиваться к нему и ускоряться, а при отлете от электромагнита также будет притягиваться к нему и тормозиться. В результате за пролет мимо электромагнита полная энергия маятника не изменится. А что происходит, когда электромагнит запитан переменным напряжением? Если его намагниченность сменится на противоположную в тот момент, когда маятник пролетает в низшую точку, то маятник может дважды ускориться и на подлете, и на отлете. И точно так же он может дважды затормозиться. Таким образом, изменение энергии маятника зависит от фазы переменного тока при пролете маятником низшей точки. Чтобы колебания маятника были не затухающими, потери энергии на трение должны компенсироваться подкачкой энергии от электромагнита. Маятник в нашем опыте совершает колебания большой амплитуды. А такие колебания являются нелинейными, и их период зависит от амплитуды. Чем больше амплитуда, тем больше период. Поэтому маятник может подстраивать свою частоту под частоту колебания электрического тока, меняя свою амплитуду. Отсюда следует, что для одной и той же частоты переменного тока возможны подстройки маятника с разными амплитудами и разными периодами. И этот факт можно проверить на опыте. Мы видим, что с амплитудой 30 градусов маятник совершает одно колебание за 20 периодов переменного тока. С амплитудой 72 градуса за 22 периода. И с амплитудой 96 градусов за 24 периода переменного тока. Этот же эффект можно продемонстрировать в еще одном опыте. Запустим колебание маятника с амплитудой 30 градусов и будем постепенно уменьшать от 20 Гц частоту переменного тока. Сохраняя подстройку, маятник также уменьшает частоту своих колебаний. Раз частота уменьшается, значит период колебаний маятника увеличивается, а поэтому увеличивается и их амплитуда. Когда частота электрического тока понизилась до 16,3 Гц, амплитуда колебаний маятника достигла величины в 100 градусов. В этом фильме мы разобрали самые основные свойства магнитного маятника Дубашинского. Но в поведении этого устройства есть гораздо более тонкие эффекты, о которых мы поговорим во второй части этого фильма.